Уходящий год, наверное, как и всякий другой год, был непростым. Были сложности, причем сложности были как плановые, так и те, которые нам жизнь иногда в самый неподходящий момент в качестве вызова предоставляет. Но, подводя итоги года, хочу сказать, что по многим направлениям деятельности нам есть чему искренне радоваться. Прежде всего, считаю необходимым сказать, что самая большая радость для меня в прошедшем году, это то, что количество горожан, напрямую причастных к тем проектам, которые проходят в нашем городе, по его благоустройству, по его украшению, неуклонно умножалось. И те люди, которые изначально что-то предлагали, иногда критично высказывались, затем, видя, что их слышат, видя, что им готовы идти навстречу и готовы учесть их пожелания, потом сами принимали самое активное участие в городских делах. Ну, если говорить по отраслям, то, конечно, нужно говорить о системах жизнебеспечения города, и в этом плане мы тоже продвинулись достаточно основательно, говоря о том, что система теплоснабжения в городе протерпела значительные изменения, что в городе освоена такая сумма, там, десятки миллионов рублей, которых город не видел на протяжении десятилетий. У нас отстроены новые котельные, у нас отстроены новые станции по водозабору, станции водоочистки, еще три объекта. Значит, у нас в городе прошла модернизация, плановая модернизация системы теплоснабжения. Конечно, она вызвала некие неудобства для горожан, целый микрорайон железнодорожного вокзала, долгое время был без горячей воды, но в конечном итоге нам все удалось совершить к отопительному сезону. Я думаю, что горожане, вот результат тот, который мы планировали, они его получили. Что касается главного назначения вот этих проектов, которые проходили в части вот реконструкции систем теплоснабжения и водоснабжения, это то, чтобы эта система, ну, не просто выжила, как она выживала в предыдущие годы, но и была модернизирована и сориентирована на будущее, на дальнейшую безопасную, безаварийную эксплуатацию. Ну и еще один аспект, который тоже как бы нами просматривается, это снижение нагрузки, платежной нагрузки на население. Конечно, в одной части это произойти не может, но мы сейчас очень внимательно следим, вот и по опыту тех городов, которые раньше в этих программах участвовали, у нас есть такой опыт в Рассказово, Варово, там сейчас платежи снижаются. Я рассчитываю, что уже в будущем отопительном сезоне и у нас вот эта модернизация скажется вот в эту сторону, в лучшую сторону. Ну, если говорить о коммунальном хозяйстве, также могу сказать, что не все удалось сделать. На сегодня мы форсированным маршем решаем вопрос по передаче в концессию еще также объектов и водоотведения, потому что наши консессионные коллекторы, наши очистные сооружения также не выдерживают никакой критики. И если мы сейчас какие-то вливания не получим в рамках государственно-частного партнерства от потенциальных инвесторов, от консессионеров, как мы их сейчас называем, конечно, наша система не выживет. Вот она у нас сейчас вот уже на последнем издыхании, собственно, находится. Поэтому задача уйти в концессию под отведение уже вот в ближайшее время, в ближайшие месяцы, будущего уже теперь года. Ну и, говоря в общем и целом, вот эта система взаимодействия в рамках государственно-частного партнерства, она себя оправдывает везде, она должна себя оправдать и у нас. Потому что условия, в которых сейчас мы работаем, не предполагают какой-то бюджетной дополнительной нагрузки в оплату этих видов жизнедеятельности города. Поэтому нас должны выручить вот эти условия государственно-частного партнерства. Ну а почему бюджет достаточно напряженный, остается напряженным? Ну и к числу тоже минусов это можно отнести в прошедшем году. Нам не удалось кардинально изменить, значит, систему, значит, по получению доходной части бюджета. У нас по-прежнему наши городские предприятия, к сожалению, вот той налоговой нагрузки, на которой мы все с вами должны жить, не несут. Но и здесь тоже есть положительные моменты. Всем памятны те события, которые происходили, вот, начались в лето, когда мы были вынуждены поставить вопрос о смене собственника на заводе «Машанские маши». Благодаря принципиальной позиции администрации области, прежде всего, губернатора Александра Валерьевича Никитина. Форма, значит, продолжение работы завода, она найдена. Собственник сменился, к нам сейчас заходит инвестор. Платежи по заработной плате, задолженность по заработной плате, она ликвидируется до конца года, значит, мы уже должны выйти на платежи по декабрю. Я думаю, что это тоже та задача, которая стала, предназначен, масштабной. Многие не верили, что мы ее сможем решить, что мы ее сможем решить. Еще облатной администрации, руководство предприятий, я имею в виду исполнительных руководителей, не владельцев, а вот именно руководителей, там, прежде всего, Валерий Валентинович Юханов и его команды, мы смогли это сделать и в будущих, и «Маш» теперь смотрится оптимизмом. Заказы выполняются, и жизнь там оживает, скажем так, начинает оживать в заводе. Это знают и люди, и горожане, поэтому мы об этом говорим. Еще одна очень важная отрасль, которая, к сожалению, на сегодня не может обозначена быть как успешная, это дорожное строительство. Застарелые проблемы, договора предыдущих лет, по которым мы были вынуждены ходить в судебные разбирательства и, кстати, выиграть их. Ну, суд-то мы выиграли в данном случае, но вот тех людей, которые достаточно нерадиво отнеслись к своим обязательствам договорным, ну, пока что на кардинальное изменение ситуации в городе это не подвигло. Поэтому мы вынуждены с ним расторгать контракты и начинать с чистого листа. И в этом также нам областная администрация обещает свою помощь, депутаты достаточно твердо свою позицию заявили, и руководство администрации области вплотную говорит о приоритетном порядке города Маршанска в части дорожного строительства. Мы все этого с нетерпением ожидаем, как только у нас начнется соответствующий сезон, когда можно этим будет заниматься. Наша задача сейчас максимально отмобилизовать свои собственные ресурсы, прежде всего организационно-технические, с тем, чтобы как можно раньше начать те самые работы, предварительно и конкурсную документацию подготовив, обеспечив торги, соответственно, в рамках 44-го закона, с тем, чтобы дороги начинать делать как можно раньше, как только позволят погодные условия. У нас достаточно много дорог, на которых у нас не было никогда твердого дорожного покрытия. Мы и их забыть также не должны. И вот этот комплексный подход, к которому мы готовились весь этот год, снимая вот эти юридические проблемы, которые были, ну, наверное, сейчас позволяет сказать, что мы готовы к тому, что сейчас мы сможем начать масштабно то дорожное строительство, о котором Маршанск давно мечтает. Далее, говоря о социальных направлениях деятельности органов местного самоуправления, это и органы образования, и здравоохранения, и социальная защита, и культура, нам также есть похвастаться, чем можно говорить о том, сколько наших артистов поучаствовало в каких замечательных мероприятиях, в наших городских, в областных, на федеральном уровне, сколько наши ребята, школьники, выиграли, значит, Олимпиад, сколько наши спортсмены получили наград, заслуженных на самых разных уровнях. Ну, мы в течение года это как бы не скрывали, всегда об этом рассказывали, информировали маршанцев. Ну, и что греха таить, в рамках вот этой даже полчасовой передачи я не смогу об этом рассказать, хотя все они, поверьте, у меня в памяти, я им всем очень благодарен, очень признателен. Ну, и еще тут, может быть, открою маленький секрет, я знаю, что буквально на днях в преддверии новогодних праздников все наши тослевики, все наши заслуженные люди, все те, кто работал на предприятиях, они проводят «Голубой огонек», я знаю, что наш замечательный телеканал «Новый век» обеспечивает проведение этого новогоднего огонька, все мы там будем, будем друг друга поздравлять, будем говорить о каких-то достижениях и, значит, планах на будущее, я думаю, что горожане об этом узнают более развернуто, поэтому я сейчас вот на социальной сфере останавливаться отдельно не буду, просто не могу не сказать, что вот те объекты, по которым мы также, значит, брались и на себя обязательства брали перед горожанами, привести их в порядок, это и городской дом культуры, и, значит, родильный дом, и стадион, и городской сад, по всем по ним, также мы продвинулись, продвинулись значительно, но говорить о том, что они завершены, не предполагается, потому что эта работа достаточно длящаяся, если мы такими же темпами, хотя бы какими мы занимались этой проблематикой в уходящем году будем заниматься и в следующем, я думаю, что горожане также будут довольны и вот движением в этом направлении, потому что такие объекты, как городской музей, ну, вот сейчас он уже виден, какой он замечательный, там есть также нюансы, к сожалению, в проект не вошли работы по внутреннему благоустройству, мы сейчас будем срочно форсированным маршем заниматься этой работой, мы сейчас будем, помимо проектов, не вошедших в проектную документацию по музею, также выходим уже вплотную на проект уже конкретных объектов в городском саду, это аттракционы, это и, значит, общепит, который там должен быть, ну, разумеется, это давняя мечта всех наших горожан, это восстановление исторического памятника, основательность нашего города, императрице Екатерине. Не знаю, сможем ли мы его открыть вот уже в наступающем году, или, может быть, дождемся юбилейного для Маршанского года 2019-го, тогда хотя бы сделаем его более основательным, но, тем не менее, эту работу мы также будем продолжать, и маршанцы наверняка увидят последствия этой работы, так как они увидели вот то, что происходит в нашем городском саду уже в этом году, также нас ждет юбилейный год, юбилейная круглая дата со дня рождения нашего великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, тоже через год практически будем отмечать эту дату, думаю, что к этой дате мы уже точно должны восстановить и памятник Александру Сергеевичу Пушкину, и историческое название, вот, недавних, скажем так, относительно недавних поколений, поколений советского времени, городской сад имени Пушкина, оно будет уже иметь свое практическое воплощение, и тот памятник, который мы все помним, он будет восстановлен, он у нас есть, нам его изготавливать не надо, просто нужно делать соответствующий антураж. Ну, говоря о проблемах благоустройства, мы сейчас в рамках продолжения работы по программе, значит, комфортная среда, также уже наметили целый ряд мероприятий, на сегодня, вот, мы сейчас объявляем конкурс на лучшее видение, скажем так, дизайна Парка Победы, потому что Парк Победы тоже нуждается в реконструкции. Средства на него пока еще не выделены, документы наши все оформлены, заявки, как только эти заявки и документы финансовые нужно будет совместить с проектными решениями, мы их готовы будем представить, и горожане в этом должны максимально тоже участвовать. Не могу обойти вниманием и забыть городской стадион. Такого футбольного поля, которое закончено в этом году, к первому ноября, строители нас не подвели, могу смело сказать, в Тамбовской области нет. Оно очень качественно, здорово сделано, оно современное, потому что те поля тоже хорошие, да, но они делались раньше, это самое современное поле, мы этого добивались. Но что такое поле, когда на нем нет, рядом, точнее, нет инфраструктуры соответствующей, когда нет беговых дорожек, когда нет трибун соответствующего освещения, это также следующий этап строительства на будущий ОТО. Мы тоже сейчас вплотную уже выходим на решение этих задач, все необходимые предпосылки, включая заявки, техническую документацию, у нас для этого есть. И есть поддержка областной администрации. Первый вице-убернатор Олегович Иванов приезжал, смотрел, остался удовлетворен, вот первоначальным этапом, самим полем этого стадиона, сказал, что дальше будем продолжать. Также, говоря о спортивных объектах, не могу не упомянуть о физкультурно-оздоровительном комплексе «Клокомотив». Также мы просили, чтобы этот объект остался в качестве спортивного у нас в городе, нас услышало руководство железной дороги, этот объект нам передали, сейчас он находится в казне города, мы его уже взяли в муниципальную собственность, но содержать его городу, наверное, все-таки не под силу, точнее, одному городу. И на сегодня есть идея, она одобрена также руководством области, что мы на базе этого «Клокомотива» будем открывать филиал одного из областных спортивных учреждений, он будет работать в том же режиме, в котором он работал, самое главное, чтобы железнодорожники, те люди, которые участвовали в его строительстве, могли также там заниматься спортом, поправлять свое здоровье, используя свои социальные карты, это как бы одна из самых главных наших задач, чтобы он сохранил свою изначально общую спортивную направленность. Но там также могут заниматься и специализированные какие-то федерации, так как они у нас занимаются в Ледовом дворце. Здесь тоже есть трудности, есть сложности, дворец этот, нам всегда что-то не по карману, да, вот собор нам, как говорил государь-император, не по городу храм, так и Ледовый дворец тоже, конечно, нам его содержать трудно, мы только по доходному налогу, и здесь же квартальным платим миллионами от суммы исчисляется. Но, тем не менее, мы будем это делать, мы будем прикладывать максимум усилий, чтобы этот дворец у нас функционировал, работал. Ну, наверное, поактивнее должны быть сами спортсмены, сами спортивные федерации, которые там занимаются, вносить предложения, мы в рамках своих муниципальных полномочий, в рамках той поддержки администрации области, которую мы имеем, готовы оказывать им не только всяческое содействие, но и обеспечивать исполнение решений их уставных задач. Потому что спортсмены наши замечательные, они постоянно выигрывают, побеждают. Конечно, надо им оказывать режим наибольшего благоприятствования. Говоря о микрорайоне железнодорожного вокзала, но еще раз в пользу случаем хочу сказать спасибо железнодорожникам, они нас очень порадовали, они в этом году сделали, подарили городу замечательный вокзал. Тоже много было скептиков, что вот, не сделаем, не получится, лимиты, бюджеты и прочее. Но когда люди слаженно берутся за свою работу, когда руководство дороги, руководство области принимают совместные решения, ну а мы, руководство станции Маршаловского, локомотивного депо, городская власть, депутаты горсовета, работаем в едином контексте, в едином ключе. И у нас это получается. Вот теперь у нас такой замечательный вокзал, слава богу, есть. Рядышком благоустраивается территория, значит, привокзальная, как мы и договаривались. У нас там заработал сельскохозяйственный рынок. Ну, вот та часть территории, которая была устраивалась рядом в контексте вот тех объектов, которые рядом с Ледовым дворцом, будет также продолжаться благоустраиваться. Есть там некие недочеты, например, в дворовой территории, которая примыкает к дому 58 по улице Куйбышева. Но это опять же те недочеты, которые мы увидели, которые мы потом в рамках договорных обязательств и тех гарантий, которые нам исполнитель обеспечивал по договору, будем устранять. Ну, конечно, да, не всегда то качество работ нас удовлетворяет. Это касается и седьмого городка, там тоже не очень хорошо сделан асфальт. Ну, мы как бы вот не сидим сложа руки, мы это увидели вместе с прокуратурой, это реагировали, пробы взяли. Я думаю, что те, кто их делал, свои недостатки будут устранять сами, а уже не за счет тех средств, которые на это дело выделялись, ибо они уже освоены. Более того, вот из 16 дворов, которые мы сделали, три у нас таких проблемных, значит, мы их однозначно закроем, и это даст нам возможность еще, как минимум, такое же количество дворов в течение следующего года сделать, также в рамках программы «Комфортная среда». И уверен, что и горожане, они очень сейчас активно работают, сейчас уже вот, если в прошлом году, в прошедшем, точнее, выходящем году мы уговаривали людей, они не верили, не получаются, а сейчас уже заявок достаточное количество. Мы не говорим, что отбоя нет, у нас его и не может такого быть подхода. Мы всех принимаем, со всеми разговариваем. Более того, есть еще и следующий этап этой программы, например, там пожелания горожан можно учесть и в части разбивки цветников, и строительства каких-то малых форм на территории, детских площадок и так далее. Есть возможность софинансирования, да, если сами горожане изъявят желание, и те формы, значит, управления домами, формы третийного общественного самоуправления позволят, то вот совмещение финансовых потоков поможет, ну, максимально отреагировать на пожелания горожан. И вообще, вот то количество программ, которые действуют на территории области, а, к слову сказать, вот все, что я перечислил, вот на эти цели из городского бюджета, достаточно напряженного, не было ни затрачено, ни рубля. Это все деньги, которые мы привлекли, это федеральные и региональные деньги. Просто надо вовремя реагировать, надо вовремя подавать заявки, готовить финансовую и техническую документацию, и, ну, вплоть даже до конкурсной основы, выигрывать эти конкурсы, на то, чтобы у нас, именно на нашей территории это было. Это не так все просто, на это тоже нужно время и силы, не нужно как бы успевать это сделать вовремя, не всегда, к сожалению, это удается, но мы вот сейчас вот этот ритм должный и нужный набираем. И вот совмещение ряда программ, которые действуют у нас, это программа «Единой России. Парки малых городов», это программа «Комфортная среда», тоже касаемо парковой зоны скверов, это программа, значит, модернизации уличного освещения. Вот в этом году нам особенно это удалось на территории городского сада имени Пушкина. Вот мы их совместили, все эти программы, эффект очевиден, видно. К сожалению, не можем сейчас порадовать наших горожан, поставив там елку или какие-то малые формы, горки. К сожалению, извините, пожалуйста, маршанцы, нельзя этого сейчас сделать, потому что там стройка не закончена, нам никто этого сделать не позволит, поэтому лучше не рисковать. Вот гулять там, прогуливаться, да, пожалуйста, можно, а какие-то мероприятия организовывать, ну, наверное, пока рановато. Давайте потерпим до будущего года. Ну, и еще одна проблема, по которой нельзя сказать, что мы ее как-то решили кардинально, более того, мы тоже к ней только вот сейчас вплотную подступили, это проблема очистки русла реки Цны в полном объеме, потому что те разовые мероприятия, которые вот мы проводили в прошлом году, в этом году частично, не позволяет все-таки, наверное, сказать, что эти меры, а точнее полумеры приведут к какому-то результату. К этой проблеме надо подходить комплексно, и так, как нам было обещано, потому что у нас здесь проходило заседание фракции областной думы на территории города, значит, огромное количество согласований в исполнении решения этого форума нам сейчас вот в течение этих месяцев пришлось пройти. На сегодня тоже также мы заявки все свои подали, как и в каких формах они будут иметь воплощение, мы узнаем по началу следующего финансового года, но поверьте, горожане, этот вопрос находится на самом серьезном контроле. Еще раз повторюсь, полумерами здесь не обойтись, нам нужно мост делать, и вместо одной задвижки, которая там работает, и она сейчас непонятно чья, непонятно кому принадлежит, непонятно кто за нее отвечает, значит, должны работать все, мост должен быть приведен в соответствии, потому что вот в этом году, кстати, еще один пример вот такого взаимодействия с горожанами, мы не рубля даже на ямочный ремонт по этому мосту потратить не смогли, потому что мост находится в собственности, бы находился в собственности областной, сейчас он не в чьей собственности, в городскую его пока еще не передали, мы только подали заявку в Росреестр, чтобы его признали безхозяйственным, только потом мы можем его получить в муниципальную собственность, и поэтому даже асфальт положить нельзя, ну вот образец вот такого взаимодействия, собрались руководители предприятий, которые используют этот мост в большей степени, хотя используют его все, посчитали, прикинули, сбросились, ямочный ремонт сделали, и сейчас вот есть возможность хотя бы по этому мосту нормально перемещаться, вот именно это я с этого начал, этим, наверное, буду заканчивать, вот такой свой монолог несколько затянувшийся, что граждане больше и больше начинают понимать, что мы местное самоуправление, ну, наверное, прообраз некой такой вот большой семьи, и должны жить по средствам, если у нас есть возможность что-то сделать, да, мы это делаем и будем делать, с вашим участием, с вашими подсказками, с указаниями, но ни в коем случае без фигурка не обид, потому что, если нет, то взять-то негде, и просто здесь нужно, так сказать, находить какое-то общее видение этого вопроса и двигаться в этом направлении, снимать саму проблему, и вот здесь граждане становятся все более и более активными, не могу не отметить городской общественный совет во главе Светланы Николаевны Едниковой, не могу не отметить городской совет ветеранов, советы территорий, которые также в этом году стали активно работать, наши улькомы, которые регулярно собираются, регулярно нам тут ставят задачи, и мы пытаемся, слыша их, отстаивать интересы каждого конкретного домовладения, потому что операторы, да, они заходят, у них здесь как бы есть свои ведомственные интересы, а наша задача, вот на стыке между операторами, которые работают, поставляя ресурсы, там, газ, тепло, электричество, максимально учитывать пожелания и возможности наших горожан, потому что сейчас вот приборы учета должны быть и такие, и сякие, значит, и система проверки должна быть, а если горожане еще не были организованы, еще пока сами не разобрались, как у нас здесь в ряде ТСЖ такие моменты имели место быть, да, ну, наверное, пока с них спрашивать-то рановато, жестко, да, и вот тут мы стараемся стоять на страже интересов наших горожан, отстаивать их интересы, слава богу, у нас пока слышат и операторы, и надзорные органы, пока мы находим вот такие компромиссные моменты, но, опять же говорю, это промежуточный этап, в следующем году все больше и больше наших домовладений должно приводиться в порядок, все больше и больше наших товарищей собственных жилья, но, во-первых, их должно быть самих по себе больше, мы должны управляться этими домами, зная, что это наши дома, что мы за них, в первую очередь, отвечаем, вот, и они должны иметь всю необходимую, значит, юридическую, значит, подготовку, они должны быть оформлены соответствующим образом, и те договора, которые они заключают, ни в коем случае не должны быть за счет наших горожан, они должны иметь разумную, значит, основу, основанную на тех тарифах, которые у нас есть, и которые нам нельзя превышать, и на основе того, что мы федеральные хоть деньги, но вкладывали в систему модернизации, а значит нагрузка, финансовая нагрузка на плечи потребителя, то бишь населения наших маршанцев, должна становиться меньше. Еще один проблемный вопрос в этом году не закрыт, и объясню почему. Почему? Разумеется, я говорю о кинотеатре «Октябрь» и бывшем кинотеатре «Октябрь», благоустройстве, прилегающей к нему территории, потому что планов было много, инвесторы готовы были там открыть, и, значит, помимо торгового центра, и кинозал, подкопки кинотеатра у нас прямо вот до недавнего времени практически в городе не было, да, мы были вынуждены поэтому открыть, значит, кинозал в кинотеатре, в городском доме культуры, но, тем не менее, все равно вот эта идея, она остается, но почему мы так долго с этим тянем, и многие горожане, может быть, справедливо нам нарекания, как бы высказывают за это, да, есть решение суда, да, мы можем сейчас махом, чехом все это взять и быстро очистить, но там рядом торговые точки наших горожан, а это объект, на котором трудятся люди, получают заработную плату, там есть какая-то экономика, у этих людей есть семьи, есть дети, мы же не можем их оставить, и даже когда они не всегда понимают, что до последнего там пытается свое, из этого, как у нас говорят в Маршанске, выкружить, мы все равно это понимаем, и все равно стараемся не принимать никаких кардинальных мер, да, ну, по суду пытаемся решать, и в процессе этих судебных решений убеждать людей, что все равно не будет иного решения, просто надо их деятельность адаптировать, но уже к другим условиям, и со своей стороны мы готовы эти условия предложить, вот поэтому по такому пути мы весь этот год шли, и практически на 95% мы на сегодня эту ситуацию разрешили, осталось там, ну, два-три практических момента в рамках уже существующих мировых соглашений с каждым из этих индивидуальных предприятий, предпринимателей точнее, и я думаю, что вот только вот в эту зиму мы закроем эту, значит, юридическую коллизию, и с весны будет октябрь демонтирован собственником, и на его месте начнется стройка и самое главное благоустройство прилегающей территории в рамках тех пожеланий и возможностей, которые мы уже озвучили нашим горожанам, это и фонтан, и парк, и все остальное. Ну, и совсем уж как бы завершая вот такой вот мой импровизированный отчет о том, что удалось, а что не удалось сделать, и говоря об этом именно в преломлении планов на будущее, я не могу не сказать о таких вещах, которые связаны с развитием как таковой транспортной инфраструктуры в городе. В этом году очень внятно и очень четко депутаты горсовета поставили вопроса необходимости строительства объездных дорог, в котором транзитный транспорт мог бы город объезжать. Ну, представляете, какая это масштабная работа, да. Но вот был сбой у нас, да, вот стали делать мост по улице Ленина на перекрестке Сак-Иван-Сетти, у нас там на определенном этапе временно он нагрузался, а, транспортный коллапс, во-первых, а во-вторых, мы с вами неоднократно этой проблемой занимались, выражение об этом знает, а во-вторых, мы поняли, что те люди, которые там проживают по соседству, вместо блага с этим ремонтом моста, они получили, ну, такой дискомфорт и такие, как бы, последствия для своих, там, для мовладений, для приусадебных участков, ну, которые нам, слава богу, вот вовремя вмешавшись удалось разрешить. Но это, опять же, такие меры промежуточные, все-таки, в известной степени, а снять проблему вот в полном объеме, да, загруженности, загазованности нашего города, экологическую проблему можно снять только тогда, когда мы сделаем объездную дорогу. Тоже так же сейчас мы оформляем соответствующие заявки, вот тут пока у нас еще техническая документация не готова, и, может быть, даже эта проблема не следующего года, а через год, но мы также будем этим заниматься, будем готовиться к тому, что город надо транспорт разрушать. Ну, и параллельно, вот эта разгрузка, она позволит нам все-таки, наверное, что-то сделать и с железнодорожными переездами. Надо будет вот эту объездную дорогу планировать из расчета того, чтобы хотя бы один, как их правильно называют, путепровод, да, переходил, и мы через линию, и мы не зависели от переездов, потому что, ну, такие пробки иногда у нас собираются. И в то же время движение по Кубышевской железнодороге все-таки, ну, наверное, будет так же продолжено и так же будет развиваться, может быть, даже будет более интенсивным. Вот в рамках празднования 150-летия Машанского локомотивного депо руководители Кубышевской железнодороги об этом говорили, и мы должны только приветствовать, потому что это развитие, значит, нашей инфраструктуры железнодорожной, это рабочие места дополнительные и так далее. Но параллельно делать транспортный коллапс в городе, это как бы недопустимо, поэтому будем вместе с железнодорожниками, вместе с надзорными органами добиваться того, чтобы при развитии вот этой вот ветки линии, да, была предусмотрена объездная дорога, хотя бы один путепровод или, как его еще называют, акведук над железнодорожным полотном, чтобы нам можно было спокойно по городу перемещаться, независимо от расписания поездов. Ну, собственно, достаточно много я всего наговорил, может быть, так сказать, на вскидку, без какого-то четкого плана, но могу сказать еще и еще раз, возвращаясь к тому, что наиболее удалось в этом году, удалось, как мне кажется, то, что люди в нас поверят, люди нам доверяют, они нас слышат, они знают, что мы будем делать все, что в наших силах, и надо даже сверх того, чтобы пойти навстречу их пожеланиям. И самая основная проблема в этом плане, это вместе работать, а не пререкаться, перетыкиваться. Вот если мы с этой проблемой будем так же, хотя бы успешно, как в уходящем году, а может быть, еще лучше разбираться, я уверен, что на пустые какие-то переговоры будет гораздо уходить времени меньше, и оно будет на работу, нацелено, направлено, и всем от этого станет только лучше. Ну, и подводя итог года, хочу шансам пожелать мирного неба, здоровья, благополучия в семьях и взаимопонимания. Давайте слышать друг друга, давайте помогать друг другу, давайте вместе сработничать по любому вопросу. Потому что иногда, когда кажется, что вопрос неподъемный, и решить его невозможно, и проще отмахнуться, и уйти в сторону, ну, стоит это себе преодолеть, в чем-то терпеть, в чем-то, как-то там, не знаю, стиснуть зубы, может быть, да, но еще и еще раз пробовать, делать, находить варианты, и в этом поддержка граждан, поддержка населения очень важна. Я очень благодарен тем людям, которые пишут мне лично, вот, в Одноклассниках, которые звонят, которые советуют, которые иногда ругаются, критикуют, но когда им начинаешь, не обижаясь, да, изначально отвечать, оказывается, что они твои самые надежные союзники, потому что они болеют за дело. И поверьте, каждого критикующего, каждого даже ругающего, я изначально, первоначально воспринимаю, как человека, переживающего за город, а раз это так, значит, это человек мой союзник, а я его помощник, и я все буду делать, я и команда людей, которые работают в администрации, в городском совете, все будут делать для того, чтобы максимально потребности граждан удовлетворять. Поэтому огромное спасибо за понимание, с наступающим Новым годом, всем всего самого-самого наилучшего, и самое главное, соработничества.